Здравствуйте, дорогие студенты! Меня зовут Салиев Бахтёр, инженер производственного отдела Мостотряд-1. Лекция у нас номер 4. Материал железобетонных мостов и их характеристика. Сегодняшняя тема. Материал железобетонных мостов и их характеристика. Материалы применяются для железобетонных мостов и их характеристики. Это железобетонные композитные материалы, состоящие из бетона и остальных элементов. В мостовых железобетонных конструкциях сталь и бетон работают совместно. Бетон – это искусственный камень, состоящий из цемента, песка, щебня и гравия и воды. Конструкция мостов возводят из тяжелого бетона плотностью от 2200 до 2500 килограмм кубических, которые могут быть получены при использовании прочных естественных пород. Для элементов мостов применяется бетон классов по прочности на сжатие В20 до В60. А моноличивание напрягаемой арматуры в открытых каналах следует производить бетоном класса ниже В30. Арматурные каналы в предварительном напряжении конструкциях инфицируются раствором прочностью на 28 суток и не ниже. Варку бетона на морозостойкость назначают в зависимости от режима эксплуатации и климатических условий строительства от 100 до 400. Так, в следующей картинке вы видите формулы. Чем плотнее бетон, тем лучше он защищает арматуру от окружающей среды. Поэтому к бетону предъявляется требование по водонепроницаемости не ниже от 4 до 8 градусов. В густо армированных зонах для обеспечения удобокладываемости бетон смеси может быть применен суперпластификатор, увеличивающий ее подвижность. На качество бетона влияет расход цемента. Повышенный расход приводит к возрастанию усадки по ползучести бетона, а также усадка свойства бетона уменьшит свои размеры в процессе требования и в изыскании. Уменьшить усадок можно уменьшать расход цемента и водоцементного соотношения. Далее, ползучесть это способность бетона медленно деформатироваться под нагрузкой. Она называется дополнительным прогибом конструкции. Уменьшить можно также как при усадке. Укругие свойства бетона характеризуются модулем упругости при требовании конструкции в естественных условиях. Бетон для различных классов показан на картинке номер 1. На экране вы видите формулы. Это формула расчет сопротивления бетона на сжатие расчетов на выносливость и определение, где вы видите коэффициент условия работ, расчет сопротивления бетона, коэффициент учитывающий рост прочности бетона во времени. Также коэффициент зависящийся от симметрии цикла повторяющих напряжение. Среди новых прогрессивных бетонов можно отметить бетон с полимерными добавками. Это называется полимерный бетон. Далее. Арматура железобетона в конструкции может быть ненапрягаемая и напрягаемая. Ненапрягаемая арматура применяется в виде гладких стержней и периодического профиля класса А1, А2, А3. Для напрягаемой арматуры применяются пучки из параллельных проволок диаметром 5 мм класса В2. В виде симметрии семипроволочные пряди стержневой высокопрочную арматуру классов А4, А5, А6. Способность арматуры к пластическим деформациям характеризуется величиной относительного уделения при разрыве. От этой способности зависит сопротивление арматуры ударным воздействием, возможность образования перегибов в арматуре при устройстве отгибов. Выносливость арматуры характеризуется пределом выносливости на базе по этой форме циклов. Спасибо за внимание. Четвертая лекция закончена.